Они приближали победу 45-го, а теперь будут вдохновлять на победу на Аграрном фронте. Россельмаш выпустил необычную линейку комбайнов. 15 машинам присвоены имена героев Великой Отечественной войны. Накануне комбайны представили общественности, а когда они выйдут на поля сельхоз сражений, узнал Георгий Стариков. Они прославили свои имена на полях сражений. Теперь пришла пора самим именам нести славу, но уже трудовую. Берес, Чапчахов, Гекель в преддверии дня Великой Победы Россельмаш выпустил особую боевую линейку комбайнов. 15 машин с именами героев Великой Отечественной, работавших на заводе. Без памяти, без сохранения памяти и традиций не может существовать любой народ, в том числе такой коллектив Россельмаш. Это, в общем-то, сплачивает людей и делает возможным в дальнейшем более качественный и произведенный труд. Машины носят имена 14 героев Советского Союза, а еще Алексея Береста. Звание героя СССР ему так и не присвоили, хотя именно он вместе с Контарией и Егоровым водрузил знамя Победы над Рейхстагом и лично вел переговоры с фашистами о капитуляции. На борту комбайна есть золотая звезда над фамилией Береста. Так Россельмаш обозначил свое отношение к офицеру. Дочь прославленного лейтенанта, почетный гость, надеется, что и сам Ростов когда-нибудь улыковечит память ее отца. Американцы с 13-го года добиваются памятник установить в Канаде, а в Ростове до сих пор нет памятника Алексею Бересту. А народ ждет это уже 5 лет. Руководители завода говорят, это не экспортные машины. Все 15 Акросов с именами героев Великой Отечественной пойдут по отечественным полям. К слову, донским аграриям эти комбайны традиционно обошлись дешевле, чем в других регионах. По программе губернаторской 20% поддержка субсидирования приобретаемой техники производства Ростовской области за последние 5 лет позволила значительно обновить машино-тракторный парк. Большинство этих машин разъедутся в регионы, лишь 3 останутся на Дону. Это комбайны имени Чапчахова, Колесникова и, конечно же, Алексея Береста. Так что в метафорическом смысле люди из героического прошлого будут трудиться на светлое будущее своей малой родины. Георгий Старьков, Елена Ленкова, Вести, Дон.